Ну, я думаю, сегодня и в следующий раз, потому что, значит, давайте я еще раз напомню, вот тут не все были какие-то еще, значит, идея такая, что сначала мы даем определение, что такое вот допустимый граф. Допустимые графы, вот гамма, нет, вот так, по-моему, обозначается, G-M-M, или нет, N-M, вот. Вот, это значит, вот есть определение, что это такое, вот, это, ну, грубо говоря, сейчас я скажу, что это такое формально, ну, смысл в том, что вот у вас есть, значит, вот N-точек, которые вы визуализируете как точки на плоскости, M-точек напрямой, значит, и есть ребра, которые все ориентированы, и они бывают вот таких двух типов, то есть они не бывают вот таких типов, и не бывают вот таких петелек, вот. Ну, вот, в общем, практически все, кроме того, что это все можно еще, как бы, там нужно какие-то написать лейблы, давайте вот сейчас я это просто скажу определение, и четкое, да, сейчас, секундочку, где-то, наверное, это здесь написано. Вот, да. Ну, да, значит, это ориентированный граф с вершинами двух типов, с вершинами двух типов, значит, M первого типа, N вершин первого типа и M вершин второго типа, вот. Вот, значит, да, вот они даже как-то обозначаются, вот эти обозначаются, ну, тут так написано, N, а эти обозначаются с барами, вот. Ну, да, не знаю, будем ли мы этим пользоваться, вот. И 2N плюс M больше либо равно двух. То есть это означает, что минимальные допустимые эти самые, это минимальные, это N равно единице или M равно двум. То есть если там M больше либо равно нуля, или M равно двум, а N больше либо равно нуля. Вот. Иначе никак. Иначе уже не подходит, и поэтому группа там действует, ну, на том конкуренционном проценте, который я тоже напомню. Вот. Ну, значит, второе это то, что каждое ребро начинается в вершине первого типа. В вершине первого типа. Ну, то есть вот как тут, собственно, и нарисовано. И, значит, нет, ну, то, что называется головастиков, вот они называются почему-то. Тедполь, да, по-английски. Я же говорю, головастик, да, тедполь. Правильно? Вы знаете английский хорошо. Как-то так, тедполь, по-моему. Ну, то есть вот такие вот штуки, они почему-то называются вот как-то так. Тед это вообще жаба, да? А тедполь, тед, тед, жаба, да, правильно? Что-то в голландском там было как-то очень смешное, смешное какое-то. А, да, там эти самые, там грибы, вот которые лесные грибы, вот дословно с голландского слово «гриб» переводится как «стул для жабы». Вот, а перчатки тоже дословно, просто вот то слово, которое вот ежедневно употребляется, переводится как «обувь для рук». То есть там были такие приколы. Вот, значит, нет головастиков, то есть что означает, что вот таких вот петель, вот, которые начинаются и кончаются в одном и том же. И еще, значит, есть вот нумерация, то есть, да, вот эти, значит, вершины первого и второго типа, они пронумерованы таким образом, и эта нумерация, это, ну, второго типа их не обязательно. Ну да, окей, да. Значит, они пронумерованы, и для каждой вершины первого типа, вершины В первого типа, вот все исходящие ребра, множество стар В, это множество ребер из В, вот, оно тоже, значит, пронумеровано. Вот, пронумеровано каким-то образом, значит, ЕВ1, ЕВ2, так далее, ЕВ, и вот тут, значит, это количество элементов, это стар В. Ну вот, в общем, это все уже такие вот уже про эту нумерацию, это там уже менее серьезно. Ну вот, то есть это очень простое определение, смысл его именно в том, что вот как мы это уже говорили. Вот, теперь, значит, вот пусть, теперь, значит, множество всех ГМН, это множество всех допустимых графов, всех допустимых графов, вот, вот типа МН, да, вот как-то вот такого типа. Вот, и, значит, формула, вот мы строим этот Эльбесконечный сморфизм, У, который из поливекторных полей, вот, от В Хокшильда, вот, симметрическая алгебра от В со звездочкой, где, значит, это В бесконечномерное пространство, что тоже важно. Вот, и важно, кстати, вот по каким соображениям, на самом деле, потому что вот некоторые графы, которые допустимы, это интересный вопрос, потому что, например, в квантовых группах и там в квантовании, там вот с помощью ассоциаторов, вот в этой науке Дринфельда, Этингофа Каждана, там, на самом деле, не важно, там, в этом, ну, грубо говоря, подлежащее пространство может быть бесконечномерным. То есть, в принципе, это говорит о том, что то квантование, это, наверное, более правильная вещь, на самом деле, ну, она более фундаментальна, потому что из нее можно вывести вот это, на самом деле, как будет показано после того, что мы с этим завершим. Это называется, там, наука Тамаркина, и она использует вот квантование квантовой группы, как бы, вот, квантование Этингофа Каждана в некотором роде. Ну, то есть, она, ну, она использует явно или неявно. Вот, а, значит, а вот здесь вот, вот это, значит, существенное, ну, условие. И почему оно важно? Потому что мы хоть вот и не разрешаем таких головастиков, но у нас, в принципе, могут быть, ну, вот какие-то такие циклы, вот сколько это должно нарисовать ребер? Смотрите, значит, 3 у нас, значит, 2 на 3 плюс 2 точки плюс 2 минус 2. То есть, мне нужно 6 ребер, чтобы было, чтобы это был admissible граф, да? А, да, ну, да, правильно, 6. Вот, пожалуйста, вот такой вот граф. И, значит, вполне себе admissible. И за счет, да, admissible, допустим, и за счет того, что вот здесь есть вот такой вот ориентированный цикл, это на самом деле не будет иметь смысл, если у меня пространство бесконечно мерное. То есть получится типа следы такие бесконечно мерные. Каждое ребро начинается в вершине... А, нет, головасть. Любая вершина В, первого типа. Вот множество всех ребер, которые, вот эта вершина В, и вот есть множество всех ребер, которые из нее исходят. Какие-то тоже входят, но мы их не считаем сейчас. Вот те, которые исходят. Вот это называется стар от В. И вот это вот множество исходящих ребер должно быть упорядочено. Ну вот, то есть вот такие вот графы, например, допустимы из-за этого. Ну вот, и нету нужного условия, чтобы бесконечно мер. Ну вот, и на самом деле, как было уже много раз объяснено, это сводится к тому, чтобы построить такие вот как бы такие вот странные отображения. Вот давайте я тут буду писать просто хох, подразумевая вот это. Значит, и тут можно, ну да, можно тоже вв брать, подразумевая вот это. Вот, сдвинутая на хох, сдвинутая на единицы минус n. Да, вот, и значит, вот было сказано, что вот эти у n, это сумма по m. Давайте вот сейчас так напишем, m больше либо равно нуля. Теперь сумма по гамма в гамма, гамма это mn, вот, по всем графам. И тут мы, значит, каждому графу сопоставляем две сущности. v гамма, вес это w, то есть это вес, это комплексное число, умножить на u гамма. И вот это вот u гамма, значит, должно быть, ну вот как бы, ну да, u гамма, это элемент в данном случае из вот этой симметрической алгебры в степени m в симметрическую алгебру. То есть, то есть, вот, как бы m это вот, вот это число, это, то есть дело в том, что у нас тут фиксировано n, n это количество поливерторных полей. У них, в принципе, может быть разная арность, и от их арности, естественно, зависит, какое m. Но вот формула как бы устроена таким универсальным образом, да. То есть, вот, например, u1, вот, что это такое? Это сумма по m больше либо равно нуля, значит, тут сумма по графам, которые из га 1 m, вот, а тут, значит, v гамма на u гамма. Теперь давайте посмотрим, что это значит. Вот, значит, что такое гамма 1 m? Это значит, что у нас есть... Слушайте, ама. Нет, n, у нас n первое было, по-моему. А, я, по-моему, вот тут, вот почему-то в этой науке все наоборот. И пишут, значит, сейчас, секундочку, давайте, давайте, чтобы вот уже раз навсегда, давайте мы этот вопрос решим сейчас, посмотрим, и будем использовать статейши. Да, n, m, действительно, да, я вот, вот, я имел в виду правильно, а написал неправильно. Вот тут правильно написал, вот теперь и тут правильно. То есть, да, n это количество поливерх, это количество вершин, этих вершин на полуплоскости, как бы, то есть тут правильно написано. Вот, давайте теперь посмотрим, что такое, вот, значит, гамма 1 m. Ну, вот у нас есть одна вершина тут и m вершин тут. Значит, все, что нам разрешается, на самом деле, на сколько у нас должен быть ребер? Ребер должно быть два, а, я это не написал, а, я не написал самого главного вообще. Ребер, вот, должно быть вот столько. Да, правильно, я, что-то я это как-то, а, тут просто этого не написано по какой-то, что ли, причине. Значит, в общем, на самом деле это, ну, скажем так, значит, это, нет, то есть, это не то, что это часть определения, но мы, вот тут, мы рассматриваем вот здесь, как бы, что-то, мне кажется, какая-то небольшая путаница. Сейчас, секундочку, погодите, посмотрим. Потому что нам-то, конечно, вот в этой формуле нам нужно, чтобы было 2n плюс m минус 2 ребра, только сейчас, сейчас, что-то я запутался. Не, просто дело в том, что мы будем рассматривать 2, мы, в принципе, будем рассматривать немножко другие количество ребер. Но вот в этой формуле нам нужно, чтобы было, значит, ну, да, да, я бы сказал так, что здесь 2n плюс m минус 2 ребер, это вот часть этой формулы. Это просто надо, ну, мы это уже объясняли один раз, вы, наверное, помните объяснение, да, как бы? Не помните уже? Ну, по градуировке, то, что мы там смотрели, сколько должно быть ребер, чтобы получить вот такой вот сдвиг этой самой градуировки. Ну, сейчас, здравствуйте, хотите зайти? Ну, можете постоять там, если хотите. Вот, значит, смотрите, вот 2n плюс m минус 2, n равно 1. Значит, у нас количество ребер равняется 2 плюс m минус 2 равняется m. Значит, у нас должно быть m ребер. Что-то это самое. Ну, в общем, на самом деле, так как, ну, я бы добавил сюда еще что-то. То есть я бы добавил еще, что нет кратных ребер. То есть это все равно потом получится, но давайте мы уже добавим. Нет кратных ребер. Вот, то есть нету вот ребер такого типа, когда два ребра параллельно. Ну, там рассматривается еще 2n плюс m минус 3 в другой момент. Но вот в этой формуле, давайте лучше будем писать, что вот в этой формуле 2n плюс m минус 2 вершин. То есть не вершина, а ребер, ребер, да. Вершина это n и m, а ребер, значит, вот должно быть в этой формуле 2n плюс m минус 2. Что? Это r. Ладно, значит, смотрите, у нас нету кратных ребер, вот я добавил. Значит, у нас получается, что мы в этом вот такие ребра, значит, ребро должно начинаться здесь. Тут m точек, ребер должно быть m штук, кратных ребер нету. Поэтому единственная возможность это вот такая, правильно? Вот единственные такие графы. Ну и действительно, у нас как бы, как мы в предыдущие разы объясняли, что тогда то, что мы сопоставляем такому графу, вот здесь сидит одно поливекторное поле гамма, и вот это m, оно, соответственно, однозначно определяется арностью этого гамма, потому что количество ребер, исходящих из вершины, должно быть этой арности равно, а стало быть и m в данном случае, да? Вот, поэтому тут написано, что сумма по m, потому что арность поливекторных полей, она здесь как бы не фиксирована, в общем. Если бы она была бы фиксирована, то m бы определена, если бы поливекторные поля были бы фиксированы, или хотя бы их арность, то у нас бы m было определено однозначно. Нет, он не то, что не требует, но у него же потом вот в этом w гамма, это же интеграл некоторый, причем интеграл вы каждому ребру сопоставляете один форму, поэтому если есть… Нет, ну просто если вы как бы берете один форму фи, умножаете на фи, вы получаете ноль даже до того, что берете интеграл. Поэтому это просто получается автоматически, но мне кажется, что в это определение… То есть других мы все равно не рассматриваем, потому что вот иначе w гамма равно нулю, но мне кажется, что полезно это добавить в это определение. Вот, ну все равно это так. Вот, значит, ну вот, то есть, ну вот как-то так. Значит, теперь почему количество ребер? Давайте напомним. Форма фи, не понял. Ну вы говорите, что, значит, красный мастер будет соответствовать форму фи, но с которым интеграем? Форма, ну некоторые, один форма. А, один форма. Один форма на конфигурационном пространстве, да. Ну да, да, то есть, значит, вот w гамма, это некоторый интеграл. Это комплексное число, некоторый интеграл. Но сейчас мы это все соберем в один пазл такой, некоторый интеграл. Вот, значит, а у гамма, соответственно, от f1 fm, это некая функция, вот, которая, значит, ну вот я посмотрел, как тут об этом пишет Максим, а то некоторые слушатели не особо понимают то, как вот я это говорил, ну почему-то, ну по-моему, я понятнее говорил, на мой взгляд. По крайней мере, из его определения, может, определение-то и понятнее, но отсюда совершенно непонятно, мне кажется, инвариантный смысл. То есть, а это важно, то есть, что это будет жиль в инвариант. Вот, значит, смотрите, вот, значит, тут вот он пишет такое, что мы хотим определить вот от гамма 1, вот, гамма n, вот, что оно действует на это и получить как бы снова функцию, да? Значит, как это определяется? Вот, это, значит, некоторое φ, вот, это вот этому равно. Вот, и вот это φ равняется сумме по всем, значит, отображениям i из ребер гамма в единица 2 и так далее dimension v, вот размерность этого пространства v. То есть, это означает, что мы просто на каждое ребро совершенно независимо друг от друга ставим вот какие-то индексы. То есть, грубо говоря, сейчас связь с реальностью это ровно про то же самое, что мы каждое ребро интерпретируем, как, значит, сюда мы ставим v со звездочкой, сюда v и пишем вот этот канонический инвариант. Но канонический инвариант, это, соответственно, сумма, вот, этот канонический инвариант, это сумма там xi ite со звездочкой на v, на там, e ite, условно, ну, не e, так сказать, даже не знаю. x, ну, сейчас, секундочку, v, окей, d по dx и t, давайте так напишем, вот, потому что как бы, ну, грубо говоря, это базис v, а это базис v со звездочки, но мы это так запишем. Ну, смысл в том, что и то, и другое, это, да, тут надо написать, соответственно, d под dx, вот, тогда это будет совсем красиво. Но смысл в том, что это просто обозначение для базиса v и байса, ну, на самом деле, v со звездочкой заинтого на единицу, но это все не суть. Вот, ну, то есть это, грубо говоря, сумма, ну, в любом случае, если у вас есть некое пространство v, вы в нем выбираете базис e и t, есть базис там e и t с житой со звездочкой двойственной, да, что e житая со звездочкой от e и т равно сумме, это совсем было кранекера, тогда кранонический вариант пишется, как сумма e, там, и t со звездочкой на e и t по i. Вот эта вот сумма по i, это ровно вот то, что я этот индекс i сопоставляю ребру там соответствующего графа. Но просто в такой форме, мне кажется, что инвариантность немножко более затуманена. Ну, конечно, можно, потому что у нас же, что такое поливертные поля с точки зрения линейной алгебры? Ну, с точки зрения, вот, да, это, значит, симметрические алгебры на v со звездочкой на внешнюю алгебру от v, правильно? На симметрике поливиальной на v, да. А функции, соответственно, на v, функции на v, это, соответственно, симметрическая алгебра от v со звездочкой. Вот, ну, поэтому, как бы, вот, вот, если я хочу, чтобы базис в v со звездочкой был, там, какие-то x1, xd, d, вот, тогда мне нужен, как бы, двойственный базис вот v. Но на самом деле вот эта, вот, вот эта штука, это на самом деле симметрическая алгебра от v, мы сдвигаем это вот влево, вправо, то есть минус 1. Вот, то есть вот так. То есть, грубо говоря, вот в этом смысле, что у нас есть базис v, которыми мы можем, вот, как бы, дифференцированиями действовать, вот, как d по d x и t, да, на функцию. И мы теперь хотим, как бы, чтобы двойственный базис действовал дифференцированием вот на вот эти аргументы. То есть, если я вот этот двойственный базис, значит, базис, двойственный базис в v каким-то образом обозначим, ну, на самом деле он дает и базис там v сдвинутый на единицу, да, это вот его обозначим через x1, значит, x1, x2, v, да, xd. Вот, ну и тогда, значит, идея в том, что у меня ребро, у которого в конце стоит v, и это v интерпретируется как d по d x и t, а в начале стоит v со звездочкой, на самом деле, секретно говоря, v со звездочкой сдвинутый на единицу, и это интерпретируется как d по d x и t. То есть, смысл в том, что я могу вот этими началами ребер дифференцировать вот эту вот нечетную часть поливекторного поля, а концами ребер я могу дифференцировать вот это концы, концы, а это, а это начало, да, наоборот, я вот неправильно нарисовал, вот начало. То есть вот начало ребер, они дифференцируют как бы нечетную часть поливекторного, вот поливекторного поля, а концы дифференцируют либо четную часть, либо вот поливеркного поля, либо функции. Ну, собственно, я уже об этом говорил несколько раз, но не грех повторить. Вот, значит, давайте, может быть, вот будет понятнее, как это пишет Максим по-любому. Значит, да, тут он пишет, значит, f и, то есть он совсем классно пишет формально, где f и это произведение по всем, значит, где f и равняется произведению по всем вершинам графа, и тут он пишет, значит, по всем вершинам графа, некоторых функций. Некоторых функций, которые, наверное, имеют свое название. Вот. Ну, да, давайте напишем там, не знаю, там g от v. Вот. Где g от v это функция. Значит, смысл в том, что мы хотим, значит, вот эти функции определить. Если мы их определим, значит, то у нас все будет работать уже, да, все, формула будет. Значит, теперь как нам их определить? Ну, мы их определяем в два, значит, в два этапа. Значит, этапа определения g v. Определение g v. Значит, первый этап — это мы применяем вот эти исходящие ребра. То есть g v равно f v для вершины первого типа, второго типа, то есть которая вот на прямой, в которых функции сидят. И g v равняется гамма, то есть это не g v, а g v штрих. Вот. Равняется гамма, значит, от d гамма i, от d, сейчас, d x i. Ну, в общем, короче говоря, вот тут нужно взять все ребра, которые исходят из этой вот вершины первого типа. Это для вершины первого типа. Для вершины первого типа, вершины v, надо взять все ребра, которые отсюда исходят. Значит, эти ребра, они пронумерованы. То есть у них, в смысле, не пронумерованы, у них есть, на них есть порядок, который следует из определения, потому что у нас есть порядок на… у нас пронумерованы, значит, все ребра, ну, мы… все вершины, ну, вот мы сначала… Не, ну, в общем, на самом деле, насчет того, как они пронумерованы, я… Ну, да, нам нужно знать, нам нужно знать, какая… Не, ну, да, то есть у нас вот в этой части они пронумерованы, просто эта часть определения, вот мы эту часть определения используем. То есть у нас все исходящие ребра из любой вершины там первого типа, они пронумерованы. Значит, эти ребра, соответственно, имеют вот E1, допустим, E2, и так далее, E, вот стар, V, да, вот, и теперь наша вот эта функция, она к каждому вообще ребру, и в частности к каждому вот из этих ребер, она сопоставляет некий… некоторый индекс от единицы до размерности V. И вот мы сюда подставляем вот эти вот дифференциалы, D, X, то есть мы напишем D, X, E, D, X и E1, вот, вот так, я думаю, да, ну, да, да, E1, и сейчас, 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 сейчас. А, ну да, да, то есть в эту там, все нормально. Вот, D, X, E, E, стар, V. То есть мы как бы просто, грубо говоря, ну, в общем, тут ничего другого не говорится, кроме того, что я говорил, только немножко другой формы, то есть что в другом виде. То есть что вот эти D, X, E, это то, что я вот в этой терминологии обозначал D по D, X, E, это тоже… да, это тоже самое ли… да, да, это тоже самое, да. Вот, D по D, X… гамма вот здесь, ну, это гамма V, но у нас V, да, ну, то есть у нас же каждому, каждой вершине, ну, вот, ну, вот эта вершина первого типа, вот она, мы берем и ту вершину, ну, давайте ее V обозначать, если мы уже вот этой терминологией пользуемся, и тогда нас… и слишком много тогда получается, мы их элиминируем. вот, ну, то есть понятно, да, пока то, что написано, Ашак, нет? E большое, что ли? А? E большое. Это количество… вот это E большое. Это все ребра гамма. не, ну, в общем, ничего более умного, чем то, что я говорил пару раз до этого, только более формальным образом, тут сказано не будет, а именно, что на каждое ребро я сажаю вот этот канонический вариант, который у меня есть, концы ребер дифференцируют функции, а начало ребер двойственным образом дифференцируют нечетные аргументы поливертонных полей. И таким образом мы все это дело сворачиваем и получаем функцию, да, то есть, ну, и перемножаем то, что стоит во всех вершинах, как бы. Видите, вот тут вот как бы это произведение вот этих gv. Значит, пока я определил предварительный вариант gv, gv' оно, значит, равно просто функции, которая… то есть, значит, смысл в том, что вот у нас есть два этапа. Сначала у нас тут стоят вот эти гаммы, которые не… вот, а тут f1, f2, вот, fm. Значит, это пока вообще вот тут не функции. Теперь вот первый этап, это не тип, а этап. Мы делаем так, что у нас везде сидят функции. У нас сидят, значит, вот g1', g2', gm', а тут сидит g… ну, я не знаю, g1, наверное, вот так, 2m, а тут g1', gn'. Вот, где вот те, которые сидят напрямую, это просто вот исходные функции, ничего больше. А те, которые сидят вместо вот этих поливертонных полей, мы аннигилируем все нечетные перемены, у нас остаются только, соответственно, коэффициенты. Это, получается, функции. Понятно, да, ведь? То есть, если я… ну, да, ну, в общем, я думаю, понятно. Да? Понятно, что написано? То есть, грубо… ну, да, то есть… ну, ну, да. Вот, а теперь, значит, есть второй этап. Второй этап, он… Теперь, пока я применил только дифференцирование по d, по d, к c, то есть, пока я использовал только начало ребер, а теперь я еще использую концы. Я просто пытался это все сказать в один раз, за одномоментно, как бы, не разбивая. Максим вот пишет, наверное, он имеет в виду, что так более понятно, я не знаю. По-моему, более понятно вот так. Вот, ну… А? Нет, это не один, это штрих, видите? Это штрих, а здесь вот это один бар, два бар, м бар, потому что мы так обозначаем вершины, вот которые второго типа с барами, чтобы их отличать. Ну вот, ну все, значит, просто мы убили все. У нас теперь вот от каждого поливекторного поля осталась функция, и, конечно, это не канонически, это зависит от того, какие лейблы мы ставим на ребра, да, то есть, вот. А теперь второй раз, значит, мы тут уже делаем уже настоящие вот эти v, g1, уже не штрих в смысле, а g, gm, а тут будет g, значит, 1 бар, g, m бар. Вот, уже не штрих, а настоящие. И, значит, то, что мы тут должны сделать, это мы должны взять все, продифференцировать по всем входящим ребрам. То есть, значит, вот формула предельно проста, что g, v равняется, вот это красивая формула, произведению по, значит, d, i от e, ну, скажем так, d по d, x, i от e, да, чтобы унифицированно говорить. Вот, это должно быть применено g штрих, v. Вот, а тут мы берем, значит, по всем ребрам e гамма, которые заканчиваются, наоборот, в вершине v. То есть, которые имеют тип, вот, что вот это обозначение, если ребро тут a стоит, а тут b, то мы пишем, что e равняется ab. То есть, это вот, значит, по всем ребрам, которые заканчиваются в вершине v, и мы вот это все дело дифференцируем, и все. Вот, ну, давай мы снова получаем функцию. Теперь мы, значит, у нас после всего этого в каждой точке, значит, за эти два этапа оказалась некая функция, как в точке первого типа, так и в точке второго типа. И потом мы просто вот тупо перемножаем по всем вообще вершинам эти функции и получаем некую новую функцию. Ну, на мой взгляд, это не есть понятнее. Ну, потому что тут как бы немножко завуалирована вот эта вот природа, что все это происходит из канонического инварианта, да? Правильно я говорю, да? Ну, то есть, вот если вам сказать, например, вот доказать, что если у нас теперь есть элемент группы GLV, полной линейной группы, то вот это, то, что мы таким образом определяем, оно, значит, оказывается эквавариантно относительно элемента GLV. Но это нужно там уже думать. А если это говорить, что мы просто используем инвариант, который мы сажаем на ребро, и вот эти вот канонические операции дифференцирования, которые тоже есть GLV инвариантные операции, то это сразу очевидно, да? То есть, GLV действует на Sv? А? GLV действует на Sv. Нет, GLV действует на Sv. Оно действует со звездочкой, действует на лямбда от v, естественно, да. Да, и мы на ребро, и действует, соответственно, на лямбда v, на Sv со звездочкой, и мы используем, как я уже раньше объяснял, следующие инвариантные данные для вот этого вот. Первое, то есть не первое, а последнее. Мы берем произведение нескольких функций. Вот. n в S от v со звездочкой, это просто произведение. Это без сомнения, это вот на последнем этапе, это без сомнения инвариантная операция. Вот. Второе, мы берем, значит, дифференцирование, то есть мы берем v на симметрическую алгебру от v со звездочкой, симметрическую алгебру, ну, как пространство, v со звездочкой, то есть это означает, что v, о, блин, не v, а, кстати, там, не знаю, ну, e, e, v уже все забито. Ну, в общем, это, короче, спаривание, да, то есть это мы v спариваем с v со звездочкой, а дальше по правилу лемец. Это действует как, ну, частная производная, да, понятно. Дальше мы можем взять, и это же l v инвариантно, вот тоже. Значит, потом мы можем взять, соответственно, вот лямбда v, лямбда v, значит, взять v со звездочкой на лямбда v и отобразить в лямбда v. Только тут будет a, а тут будет, соответственно, a минус 1, и тут тоже будет a, а тут будет a минус 1. Вот, и это тоже дифференцирование, только уже по нечетному аргументу, поэтому, как бы, в принципе, если мы хотим, чтобы эта штука имела, типа, степень 0, а не степень, там, минус 1 или сколько, то вот эти дифференцирования, вот аргументы здесь тоже должны быть нечетны, соответственно, обратно в сторону. Ну и четвертое, мы просто на каждое ребро сажаем, вот, e мы ассоциируем вот этот вот канонический инвариант. То есть мы используем вот эти вот четыре действия, так их итерировано, и каждое действие, это инвариантная операция, поэтому, когда мы их используем, мы получаем же lv эквавариантную фигню, да, понятно. Ну, просто тут это, мне кажется, менее видно, но может быть так более понятно, я не знаю, меньше видна инвариантность, но зато понятно, что происходит, да. Но если я вдруг что-то чуть-чуть смазал, можете поглядеть вот в секции 6.3. Вот, ну, я надеюсь, что нормально. Ну, вот, а не знаю, может быть, вот кто-то бы, ну, я знаю, ну, вот Люди, вот, мне было довольно, ну, как, нельзя сказать, что легко, но довольно понятно, потому что он пишет, по крайней мере, всегда понятно, что он хочет сделать, то есть он как бы, ну, может быть, это просто еще потому, что я был немножко в теме, ну, понимаете, когда вот, например, вот сейчас тоже кажется, в 60-е, в 50-е года активно развивалась там топология, в 70-е, но это же было понятно, какие мотивации, сейчас нам уже труднее понять, что люди вообще хотели, на самом деле. У нас уже известные, как бы там какие-то есть результаты, мы их должны учить, вот, а тогда это была активная наука, все понимали, вот в воздухе носилось, что как бы хотелось. Ну, просто на самом деле, когда вы знаете, что в чем цель того, что происходит, это обычно почему-то это в статьях не пишут, их книжка, вот, но если вы это знаете, вам читать, ну, по-моему, становится просто вот в 100 раз легче, вы просто понимаете, о чем идет речь, как бы вы уже ко всему этому относитесь просто как к мотивированному чему-то, да, вот, ну, может быть, в этом смысл, то есть, что просто я, как бы немножко был тогда в теме того, что происходило, было легко читать. давайте вы после занятия мне четко скажете, что, собственно, непонятно. Да, обязательно, да. Кстати, вот пока я не забыл, я вот обещал какие-то статьи прислать, я их забыл прислать, но я не забыл, я их не послал, но я не забыл, я вот сегодня или завтра пошлю, обязательно. Да, ну, ладно, извините тогда. Ну, вот, в общем, это все сказано, это, значит, вот морально, это вот, собственно, то, что тут написано. На каждое ребро я сажаю вот этот инвариант, вот, канонический, и вот получается, значит, а, вот, да, и получается, значит, такие вот все эти операции, свертки такие многочисленные. Вот, и, значит, формула наша выглядит таким образом, что это, значит, V гамма на U гамма, где V гамма это, W точнее гамма, это некоторый, значит, некоторый интеграл. Значит, что это такое, да? Но мы вот вводили понятие, значит, conf nm, это было пространство точек Z1, Zn в верхней полуплоскости и x1, и x1, xm в вещественной прямой, значит, H это Z в R в C, таких, что мнимая часть строго положительна. Вот, и, да, значит, таких, что Z и то не равно ZG, при I не равно G, при I не равно G, и x и t не равно XG, при I не равно G. Ну, а Z и t не может быть равно X, потому что мы верхнюю полуплоскость рассматриваем открытую, и морально вот R это как раз вот эта вещественная прямая, которую мы выкололи из верхней полуплоскости. Значит, теперь cnm это conf nm фактор по G2 в некоторой группе, где G2 это группа преобразований Z в A Z плюс B, ну или x в A x плюс B, что то же самое, вот где A вещественная положительная, а B просто вещественная, то есть двумерная группа, вот, и нам еще понадобятся другие пространства, понадобится пространство conf n, это когда нету вообще точек внизу, но это, тем не менее, другое будет пространство, и мы для него будем, ну давайте, нет, давайте это пространство то же самое, правильнее сказать так, что нам понадобится пространство cn, которое другое, это не то же самое, что это, когда m равно нулю, это значит равняется conf n 0, но факторизуем мы по действию некоторой трехмерной группы, то есть это у нас уже точки, а, нет, нет, я, значит, извиняюсь, нет, мы, конечно, должны сказать, что это conf n, наверное, штрих, лучше написать, вот, это точки z1, zn, просто, ну, которые в комплексной плоскости, не верхней полуплоскости, а комплексной, которые zi, t не равно zg, t при i не равно g, вот, и теперь cn, без бар уже, наверное, это фактор conf n бар по некоторой трехмерной группе, и эта трехмерная группа, она, значит, берет z и переводит в z плюс c, где a это все так же вещественное положительное число, а c или лямбда, давайте напишем, лямбда, лямбда это комплексное число, то есть сдвиг вот здесь был вещественный, потому что здесь этот сдвиг должен сохранять был вещественную прямую, мы же хотим, чтобы вот это, вот это наше h, вот это вот r, и мы хотим, чтобы группа, вот g2, она на всем этом одновременно действовала, в частности, должна сохранять эту прямую, поэтому b должно было быть вещественным числом, а здесь мы имеем дело с точками на плоскости, которые мы можем, в общем, сдвигать куда угодно, и вот группа определяется таким образом. Понятно, да? Вот, значит, и смысл в том, что вот этот w гамма, это интеграл по cnm, если гамма в этом gnm, то это интеграл некоторые там формы, некоторого, значит, прямого произведения по всем ребрам, вот, а тут надо написать dfii, вот, dfii, вот, но тут еще надо, значит, эту фигню на что-то поделить, конечно, то есть не совсем так, так, значит, тут надо, да, значит, тут вот умные люди пишут, что нужно написать с плюсиком, значит, с плюсиком это означает следующее, что у нас есть, но это почти ничего не означает, конечно, с плюсиком это подпространство cnm, где, ну вот, как бы, точка 1, ну вот, мне как сказать, ну, а, x, x, вот, 1 меньше x2 меньше xm, то есть у нас же эти вершины все пронумерованы, вот мы хотим, чтобы соответствующие координаты были согласованы с их номерами, как бы, вот, и это называется с плюсиком, то есть это просто, грубо говоря, некое 1 на n факториала от общего, как бы, пространства, от m факториал, вот, и то, что тут у нас стоит, это, значит, будет некоторый, вот, w гамма, это некоторый, вот тут коэффициент, который просто рациональный, и это, вот, произведи, это, значит, единица на 2π в степени 2n плюс m минус 2, вот, и тут нужно еще умножить на произведение по всем вершинам первого типа, типа, вот, на единица, на, вот, количество исходящих из них ребер и взять факториал, вот, но это, чтобы быть совсем точным, вот, и вот такая формула, где, значит, что такое dfii, вот, это один форма, которая, которая определяется так, значит, ну, у нас, если e, пусть e равняется ab, вот это ребро, то есть начинается в а, заканчивается в b, вот, где ab второго типа, первого типа, тогда у нас есть проекция, связанная с ребром от cnm в c2.0, да, и если, да, и если e равно ab, где a первого типа, b второго типа, то есть проекция cnm в c1.1, да, связанная с этим ребром. То есть это означает, что мы забываем про все точки, кроме вот этих двух точек, начала и конца ребра, и, а все остальные просто выкидываем. И это, естественно, согласовано с действием группы, и получаем поэтому такую проекцию, как бы. Вот, поэтому на самом деле вот это вот мы определим некую форму, то есть мы определим форму, один форму фи на c2.0 и на c1.1. Ну, будем ее и ту, и другую обозначать фи, мы сейчас увидим, почему. Вот, то есть, потому что на самом деле это будет связано с одной и той же формой, но на компактификации, но давайте пока не будем между ними там делать в обозначениях различия, и тогда фи и один форму dфи, и тогда dфи это просто будет обратный образ при вот той вот проекции от фи, от dфи. Вот, то есть на самом деле, чтобы определить эти формы, нам нужно определить формы на некотором просто вот стандартных таких пространствах, вот c2.0 и c1.1. И тут я хочу, значит, определить некие формы, ну, вот, и, собственно, я это в конце прошлого раза объяснял, ну, давайте я это объясню еще раз. Значит, вот мы хотим описать пространство c2.0, чтобы определить на нем одну форму, один форму. Вот, ну, значит, у нас есть две точки. Вообще-то пространство имеет размерность 2, да? То есть у нас есть там две точки, которые на верхней полуплоскости, и есть двумерная группа. И мы рассматриваем фактор. Но мы можем совершенно легко предположить, что первая точка, она равняется i. то есть, ну, да, i, вот это 0, это, значит, 1. Ну, то есть вот точки комплексного числа i. То есть мы это, значит, выкалываем, соответственно, а вторая где-то бегает и не равна. То есть, значит, этому i. То есть c2.0 просто отождествляется с пространством точек z в верхней полуплоскости таких, что z не равно i. Ну, как пример. Это можно там по-другому, естественно, сделать. Можно любую точку. Можно с помощью нашей группы z2 загнать первую точку просто в любую, ее выкалывать. Потом мы, собственно, это и воспользуемся, что в любую. Вот. Ну, и, значит, вот у нас есть возможные такие вот ребра. Такие, такие, такие. Вот. И надо, ну, даже такие. Даже они могут сюда входить, в принципе. Вот. Поэтому нужно для всего этого, значит, определить некую один форму. Ну, вот. Мы сначала определим, что ли, функцию некоторую. То есть не функцию, а мы определим… Ну, мы что будем делать? Мы определим некую компактификацию. c2.0 бар. Это компактификация. Компактификация c2.0. Потом мы вот эту c2.0 бар отобразим в s1. Вот. На s1 есть стандартная форма dφ стандартная. Вот. Вот это будет некое очень важное отображение, которое называют… Ну, я не знаю, как оно называется, конечно, надо посмотреть. Ну, вот это отображение неоднозначно. Это некоторый гомотопический тип отображений, и любое нам годится. Вот. Даже… Ну, в общем, давайте… Даже не знаю, давайте мы его обозначим θ, хотя это нестандартное обозначение. То есть вот любое отображение некоторого с некоторыми условиями, которые будут тут сейчас озвучены, нам подходят, и мы просто рассматриваем, мы после этого определяем dφ, как θ со звездочкой, значит, dφ стандартная. Вот. Понятно, да? Вот. Ну, значит, надо нам эту компатификацию построить. Но мы вообще сегодня бы займемся более сложной задачей. Мы построим компатификации вообще всех вот этих пространств, типа которые вещественные, аналоги Фултона Макферсона. Но для начала вот это. Для начала нужно будет, наверное, потом уже, когда мы это определим, определить, рассмотреть случай вот пространства Старшева, потому что все-таки его легче немножко понять. А чем? Дискомпатификация интеграла на этих пространствах. Что? Дискомпатификация интеграла на этих пространствах. Нет, нет, интеграл мы определить-то мы его можем на открытых пространствах. Мы, например, можем, ну, просто тут я хочу сказать, как бы несколько более, что ли, концептуально, как мы это, ну, мы можем использовать просто некую вот эту вот стандартную форму. Помните, вот я говорил, что если у нас есть точка P и точка вот P и Q, да, то мы вот берем, ну, или в наших обозначениях A и B, то мы берем вот то, что называется геодезическую в плоскости Лобачевского, проводим вот в верхней полуплоскости, проводим через A и B. Вот, и берем вот этот вот угол, это вертикальная прямая. То есть, в принципе, вот мы можем сделать так, и тогда это уже данная некая, мы берем D от этого угла, это некая один форма, не точная, заметите, потому что когда A и B близки, то там мы, трудно сказать, в какую сторону мы это все дело считаем, угол с точкой до 2P определенный. Ну, ну и все, мы можем после этого интеграла определить на открытом куске. Он сойдется, да, но на самом деле, чтобы это все показать, мы будем использовать, что он продолжается на компатификации. Чтобы его, ну, чтобы что-то доказать, ну, или там сказать что-то корректно, нам действительно нужно апеллировать к компатификации, но чтобы просто вот что-то написать. Ну, вот если мы для такого угла пишем, то смотрите, вот этот угол, он, вот эта функция там фи, она инвариантна относительно действия вот этой группы. Ну, потому что там изометрия плоскости Лобачевского, как-то так. Вот, поэтому, значит, сохраняет георизически, сохраняет углы. Поэтому мы можем, значит, угол инвариантен, поэтому у нас на факторе по действию этой группы определена вот вам форма DeFi, пожалуйста. Но это некий частный случай. Мы сейчас более общую форму определим, чем такая. Мы выясним, что мы от этого хотим. И для этого нам нужно немножко поговорить о компатификации. Ну вот, значит, наше пространство, это просто вот открытая верхняя полуплоскость без точки. И мы хотим, и тут есть, значит, вот точка некая одна, Z, и мы хотим это все дело компатифицировать. Ну, значит, давайте скажем, как мы это делаем. Значит, тут есть… Ну, в общем, ответ заключается в следующем. Что мы на самом деле добавляем три граничных страта к размерности 1. Вот это вот один страт. Мы добавляем две вершины, вот эти и эти. Вот тут нет вершин. Вот два страта одномерных, то есть три страта вот одномерных, это дуга, это и окружность, и вот, и две вершины. Вот, сейчас мы определим, почему мы так делаем. То есть смысл в том, что вот одна граница у нас получается, когда точка Z идет к этой прямой. Вторая граница получается, когда точка Z идет к этой точке. А третья граница получается, когда точка Z идет к бесконечности. Вот. И вот первые… Вот эта граница, она соответствует вот… Когда они сближаются, будет соответствовать окружности, а когда идет к этому, к прямой или к бесконечности, это будет соответствовать этим двум дугам. Вот, дугам. Ну, значит, как мы так делаем, ну, я не знаю, просто вот-вот определяем и все. То есть мы тут, можно сказать, что… Ну, как бы да, да, но это вот когда вот эта точка идет вот вблизи, да. То есть смысл… Ну, нет, давайте, давайте расскажем, давайте я скажу вот, чтобы это понять более… Нет, давайте я это сейчас объясню, почему так. Ну, в общем, мы комплифицируем, да, таким образом, что, значит, вот это альфа, это, значит, когда у нас Z идет… вот это Z идет к вот этой прямой, вот это у нас бета, это там, когда Z идет к бесконечности, да, а это когда сближается. Вот, ну и, значит, давайте уже я определю вот эту функцию тета. Значит, тета, она определяет… она должна вот эту штуку отображать в окружности. Вот, и когда они сближаются, вот, точки, то… Посмотрите, сейчас немножко нечетко скажу, потом скажу более строго. То вот эвклидов угол… Ну, мораль в том, что… То есть смысл был в чем? Что на самом деле я хочу сказать следующее, что вот здесь вот этот угол как бы в плоскости Лобачевского, но когда две точки становятся очень близки друг к другу, то их угол – это эвклидов угол, потому что метрика локально эвклидова, да. Вот, и поэтому, значит, я могу считать, я и хочу считать, что когда вот… То есть я хочу вот здесь вот сказать, что когда две точки сближаются, то вот ограничение на эту окружность должно быть D от самого стандартного эвклидового угла на окружности. Поэтому я вот определяю тета вот из этого вот… Это называется ZI, ну, или там C2, 0 бар. Вот, я определяю, значит, в окружность следующим образом, значит, что внутренняя окружность S1 переходит в S1 с сохранением эвклидового угла. Эвклидового угла. Вот, теперь, значит, нижнее основание, альфа, две точки, вот это и это, переходят в одну точку окружности. Две вершины, две вершины переходят, ну, например, в точку там 1, 0,1, или как, 1,0 точнее, например, на окружности. Ну, в любую точку, это не суть важна. Вот, альфа переходит в S1 как угодно, то есть две точки переходят в одну, а вот эта альфа растягивается на всю окружность. А бета стягивается в эту вот точку 1, 0. То есть, да, то есть вот у меня есть очень много таких отображений, отображений вот такой вот фигуры в окружность, которая, значит, является отображением сохранением эвклидового угла на вот на этой вот внутренней окружности. Нижнюю часть растягивает на окружность, две точки коллапсирует, то есть вот эту вот всю часть, она вот коллапсирует в одну точку, вот то, что тут сейчас так растягивает. Вот, ну и, собственно, я беру такое отображение и беру обратный образ вот этого тета со звездочкой от стандартного фи на окружности. Вот, теперь давайте немножко подробнее скажем про компатификацию и почему у нас компатификация такая и как вообще это все разумно увидит, да? А, давайте, да, сделаем, что, хорошо, конечно. Давайте, да, сейчас, значит, мы минут пять, да, то есть мы вот начали в… А? В десять. Дополню. Да, и нам нужно полтора часа, да, говорить? Да. Ну, по возможности, да, но давайте тогда будем это иметь в виду. Да, может быть, вы можете сказать пока все равно… А что непонятно-то, да, вот вы говорили, что… Просто воткните меня, вот там, у меня где-то тут была эта копия, вот, например, распечатанная, вот что тут. Сейчас только я, пока я смочил эту доску, я ее только одну посушу. Да. Формальные виды… Да, да, вот, значит, мы говорим, значит, задаем следующую формулу, где B1 в виде ференциальный оператор, там, ну, пошел, объясняйте, что это, потом еще какие-то формулы, ничего не дам, в общем, вот, ну, говорит, это, естественно, группа, действующая на старое, ну, произведение там… Да, да, то есть теперь вот это вот, ну, понятие такого произведения определено, да? Ну, он определил, да, какой-то звездочек… То есть он сначала… Ну, да, да, да. То есть он не определил звездочку, а просто сказал, что он рассматривает. Он рассматривает просто отображение вот А от Аж в А от Аж в А от Аж, которые Аж бар линейные, да, вот Аж линейные, и коэффициенты которых задаются бидифференциальными операторами. Сейчас я немножко подумаю. Ну, то есть вот бидифференциальный оператор — это вот, значит, билинейные отображения, которые дифференциальные операторы заседания каждого аргумента, да? Да, дальше мы их продолжаем по Аж линейности, то есть по Аж бар линейности. То есть мы их как бы уже… То есть любой бидифференциальный оператор на А может рассматривать как на А формальные риды от Аж. Не распыляйтесь немножко, давайте дальше вопрос, а то… Ну, сейчас у нас немножко времени, они сейчас придут все. А, я понимаю, я просто хочу сказать, что у меня в целом, я имею в виду, что мне нужно какой-то курс прослушать, чтобы… Не нужно, это все очень просто, тут за три секунды не нужно… Вопросы, пожалуйста, в студию, да. Не нужно никакого курса, это все очень просто. Что такое вот эта группа? Это же понятно или тоже непонятно? Вот он говорит, что вот можно рассмотреть такие… Ну, да, да, то есть вот такие вот штуки, которые начинаются с тождественного, то есть которые равны тождественному по модулю Аж бар. А дальше можно не по модулю Аж бар, они не обязательно тождественные. И вот это уже какие-то не бидифференциальные, а просто дифференциальные операторы, это D, да. Ну и понятно, что такая штука, она в этой алгебре обратима. То есть вот у любого такого вот D есть D в минус первой. Ну вот из-за того, если бы вот здесь был… А? Сейчас, из-за того, что здесь просто, я понимаю… Из-за того, что тут нет Аж бар. То есть это как бы единица плюс Аж бар А, и вы его просто единицу на него делите, получаете известную формулу. То есть оно обратимо. Вот. И дальше он говорит, что вот если досмотреть D от D в минус первой от одного, D в минус первой второго, то это будет снова старт произведения. То есть что надо доказать? Потому что это бидифференциальные операторы, это очевидно. Надо просто показать, что оно ассоциативно. Но ассоциативность — это уже вот упражнение, которое мы в прошлом семестре даже рассматривали немножко. Что надо доказать, что оно ассоциативно? Ну вот такое. D, вот D, как там сейчас у него, где D в минус первой стоит? Вот там D, вот если вы берете F'G, определяете как D от D в минус первой F, значит старт D в минус первой G. Вот. И вот, допустим, у вас старт ассоциативен. Тогда вот эта штука тоже ассоциативна. Ну да, очевидно, вам нужно показать, что F'G, старт H равно там просто, да. Друзья, реально я что написал-то? Ну просто тут он тоже плохо написал. Лучше было бы вот так написать, а тут D в минус первой. Ну это одно и то же, но было бы понятней. Тогда бы было просто D, F, стар, G равняется D, F, стар, D, G. Ну то есть это реально просто говорит о том, что если у вас есть автоморфи... То есть получается, что у вас как бы на алгебре есть два умножения. Одно из них не обязательно ассоциативно, но есть некое D, которое является автоморфизмом в этом смысле. А это вот ассоциативно. Тогда и второе автоматически ассоциативно. Ну очевидно. Больше никаких курсов и чего? Тут все очевидно. Просто задавайте вопросы. Происходят вот эти, не знаю, вот, например, вот почему мы это осмотрим, для чего нужна эта звездочка? То есть это как бы вот такое, мне кажется, поймание упускается. Не, ну вот потому что вот это может быть действительно, да. Потому что, ну на самом деле люди как бы из каких-то еще там древних, ну это не его в каком-то смысле задача, это было рассматривали вот такие как бы, ну из квантовой механики, ну просто вот проблема в чем была, что если у нас есть такой вот ряд, который там написан, плюс там H-bar, B1, FG, плюс так далее, то, ну как бы мы в прошлом семестре тоже показывали, если помните, что вот B1FG минус B1GF определял некую там пуассоновую скобку. То есть это была некая гамма на DFDG, где гамма это B-вектор там. То есть это была такая вот вещь очень не, то есть в частности как бидифференциальный оператор, она обязательно первого порядка была. Что довольно удивительно. Почему она первого порядка как бидифференциальный оператор? То есть утверждалось, что любая вот, любой такой вот штуки, вот разность B1FG минус, это как бы квазиклассический предел. Об этом надо думать. Вот это глобальный объект, квантованный, а это такой как бы вот линейная часть квантования. А что это квантование? Ну в данном случае это просто вы квантуете произведение. Квантуете, значит, деформируете. Что это значит? Ну вы рассматриваете как бы плоскую... Ну вы рассматриваете, я не знаю, там говорят геометрические, вот у вас есть, не знаю, алгебра... Ну да, вот есть как бы вот такие семейства алгебр, ну я не знаю, если вы это имеете в виду, оно, то есть нет, оно отображается там в эти самые формальные ряды, то есть у вас... И вы как бы хотите, чтобы слой в нуле был вашей исходной алгеброй, а дальше вы это дело просто рассматриваете как... То есть у вас вот на этом должно быть умножение, которое там линейно, и спецификация в нуле должна быть равна вашей исходной алгебре. То есть в этом смысле вы его как бы деформируете. А сейчас, а какая у тебя у вас этого... Почему это надо делать? Это связано с физикой или это... Не, ну для Максима-то я не... Не, ну это связано с какой-то, но другой совершенно физикой. Не, ну давайте к этой задаче относиться как к некоторой данности, но она в конце концов интересна. Вы же деформируете комплексные многообразия. Вы же там не задаетесь вопросом, почему надо стек длиню Мамфреда рассматривать, почему вообще интересно деформировать комплексную кривую. Ну это примерно то же самое, правда, это вы делаете более простым образом. Вы деформируете... Ну не глобально это дело делаете, а как бы локально что-ли. То есть вот формально в окрестности некой точки. Ну вот вы рассмотрите такие типа как стек длини Мамфреда, только в окрестности точки. Ну я не знаю, что это пока. Ну не важно, но деформация комплексных кривых. Вот у вас есть там кривые комплексные роды G, и вы хотите рассмотреть все пространство модулей. Ну как вы берете одну кривую и начинаете сдвигать комплексную структуру как-то. Интересуетесь, что это такое? Ну вот это тот же самый вопрос, только для алгебр коммутативных вместо комплексных кривых. Только интересно, что вот наша вообще в исходной задаче у нас алгебра, с которой мы начинаем, это ну не обязательно... Ну в принципе это какая-то коммутативная алгебра, а вот это уже не обязательно коммутативно. То есть это мы как бы делаем из... А, когда мы квантуем, она не обязательно коммутативная? Она нет, конечно, да-да-да, она становится ассоциативной. Не, просто если бы мы ее квантовали как коммутативную, то там есть же вот эти все науки про... Как это называется? Андре Квиллен, Гамол, что она не... Ну гладкая-гладкая коммутативная алгебра, как коммутативная не деформируется. Формально, по крайней мере. Вот, поэтому... Ну формально, это, кстати, интересный вопрос. Вот мы же знаем, что глобально она деформируется, а вот формально нет. Вот это... Посмотрите, вот если мы берем, например, эллиптическую кривую и выкидываем из нее точку, то это становится афинным многообразием. То есть у него есть некая алгебра функций. Гладкая, если кривая гладкая. Вот, если теперь мы как бы варьируем, я не знаю, эту кривую, то у нас алгебра деформируется. А почему? То есть это вот мне постулат такой, что вот... Не, не, ну, камон, ну у вас есть... Почему деформируется? Ну просто очевидно, что она будет другой. Ну формально она будет той же самой. Ну в смысле формально пополнение в любой гладкой точке, оно не... Ну это же в этом и суть как бы этой всей алгебраической науки, что все гладкие точки, они, ну вообще говоря, в комплексном, в алгебраическом многообразии, они, ну вот в дифференциальной геометрии, все... А там они только там в пополнении, только гладких точек. Да. А сами они... Не, ну то есть я не знаю, ну да, то есть вы просто, ну, варьируете, но у вас получаются какие-то совершенно другие алгебры, и вот она у вас куда-то лезет, идет там, двигается эта алгебра. И дальше вот... Нет, то есть это несколько противоречит тому, что я сказал, что коммутативные не деформируются, потому что вот вы берете эту эллиптическую кривую и кидываете точку, вот вам деформация. Да и вообще берете любое афинное многообразие, которое гладкое, и немножко шевелите параметры уравнений. Да, понятно. Ну, алгебра, естественно, в этом смысле двигается куда-то, там ее можно переписать в таком смысле. Да, может быть, ну, а вы делаете так чуть-чуть, чтобы не стало. Если чуть-чуть, то не станет. Не, ну, потому что сингулярность, это же некая замкнутая фигня. Если вы в точке, которая лежит в дополнении к замкнутому, то она не станет. Вот, ну вот, и, значит, ну вот, и, ну вот, оказывается, что, тем не менее, это вот то, что я сейчас сказал, с эллиптической кривой или с афинным многообразием, значит, что глобальные деформации гладких коммутативных алгебр, как гладкие коммутативные, они существуют. Но вот в этом вот формальном смысле они не существуют. То есть формально вы всегда можете написать вот в смысле, если у вас, например, вот это была гладкая, и в результате вот этого ряда вы снова получили такую гладкую, то вы всегда можете написать такое D, что одно как бы является образом другого. Вот здесь такое. Такая вот удивительная вещь. Ну, можно будет ее потом обсудить. Давайте я сейчас, да. Я могу сказать, что-то про геометрию, вот там, почему-то с полосонным многообразием, потому что тут есть какая-то гематрическая мотивация, конечно, да? То есть у задачи формальности концеточки, я имею в виду, это не просто терпение, это алгебра, то есть он это как бы прикладывает в этом многообразии, так сказать. В конце? Ну, это… Не, не. Его мотивация была… Это как-то пришел он к этому как-то там, он даже в одних лекциях, которые от руки написаны, когда это еще не было доказано, он там, который он в Эхэсе читал когда-то очень давно, он написал, как он к этому пришел, когда-то написал формалити конжекцию, когда это еще было конжекцию. Там был у него с мир симметрии связан. Там было какое-то явление, и он у него, я уже не помню, в чем дело было, он поглядел на явление и сказал, о, я бы придумал более простое доказательство, если бы была формальность. Ну, и как-то предположил, что она есть. То есть это вот он так пришел. Не, причем люди не верили. Там на самом деле вроде как вот Длинь, например, совершенно просто не верил, что это верно. Так, значит, смотрите, давайте мы сейчас продолжим. У нас осталось немного времени, и я сейчас вам вот просто некую общую схему построения таких компактификаций, значит, вот… Слушайте, ну вот я вас… Это самое. Если какие-то такого рода вопросы, вы лучше вот пишите, там, задавайте, или лично, или как. Мне совершенно приятно и не в лом отвечать, но, видите, это очень просто ответить. А вы там… Что-то… Курсы еще или иные. Ну, курсы – это всегда хорошо, но в данном случае это не является там чем-то таким прямо вот бэкграундом, вот как там, например, не знаю, как с алгебраической геометрией, да, что не прослушав курс алгебраической геометрии, невозможно читать там что-то там про этальную экогомологию, наверное, не знаю. Ну да, наверное, можно. Я могу тебе просто на форуме спрашивать, если у вас еще интересно будет почитать там что-то… Что? Еще раз. Я могу, например, на форуме спрашивать, чтобы вы там ответили, и другие, потому что им интересно будет тоже почитать. А, ну да, конечно, давайте, давайте. Не, у вас там такие прямо замечательные дискуссии, я иногда поглядываю, но как-то там так много, что много всего, что это как массовый флоу получается практически. Ну это, так сказать, отражает… Нет, ну это отражает вкусы основателя. Ладно, смотрите, у нас тут, значит, если мы даже… Ну осталось у нас не так много времени сегодня, минут, наверное, ну 15-20, вот поэтому… Так, работает все, запись есть, да? Слышно? А, окей. Значит, ну вот мы хотим построить CNM-бар, то есть хотим его компатифицировать. Значит, что мы хотим сделать? Ну вот у нас тут, значит, какие возникают трудности, что вообще говоря, это открытое пространство. Ну, открытое… Ну, конечно, мы могли бы разрешить с точкам слепаться, но мы бы тогда потеряли часть информации, видите? То есть я хочу, на самом деле, вот, ну, если посмотреть статью Фултона Макферсона, где подобные вещи делаются в алгебре геометрической науке, то они пишут об этом всем в терминах blow-up вдоль диагонали. То есть мы реально, вот когда две точки слепаются, мы делаем такой blow-up, или когда больше точек слепается тоже. То есть мы как бы, когда вот две точки, вот есть какая-то конфигурация, допустим, и две точки близки, то мы вместо того, чтобы их схлопнуть в одну точку, мы, вот как Консейч говорит, смотрим на это дело, ну, там прям так же так написано, значит, вот, что будем смотреть на это дело через увеличительное стеклышко, или же через, это самое, микроскоп какой-то, вот, с переменой, как-то там это красиво выражено по-английски, в общем, даже не знаю, как сейчас скажу. Да, вот. Let's try to look through a magnifying glass or better through a microscope with arbitrary magnification on different parts of the picture. То есть у нас будет, как бы, такая иерархия вот этих магнификаций, увеличений, как бы. Вот. Ну, вот, например, в простейшем случае, вот мы хотим, вот у нас, допустим, есть такая конфигура. Ну, ну, пусть будет тут несколько точек, которые все слипаются, да. Вот. Тогда, значит, мы хотим, вот, чтобы вот в первом приближении вот соответствующий граничный страт был произведением двух. Вот, допустим, тут вот в этой группе у вас N1 точек, а в этой группе N2 точек. Тогда, значит, этот страт будет равен произведению, ну, а тут M. Ну, да, тут M. Тогда этот страт будет равен чему? Он будет равен, как бы, C N1 плюс 1 N умножить на C M N2. Значит, что это означает? Это означает, что вот здесь вот у меня на одну точку больше. Это одна точка, это вот та точка, к которой они все сближаются. Эта точка, это тоже часть моих данных. Они могут к этой точке, ну, они сближаются, но при этом они же к какой-то точке это и сближаются. Вот эту точку надо здесь добавить. Вот, вот как бы. А дальше надо как бы раздуть то, что у меня, собственно, вот это все, на него нужно посмотреть через увеличительное стекло, это будет некая новая конфигурация, но эта конфигурация уже определена будет с точностью до группы, которая вот в данном случае, которая трехмерна. то есть, ну, почему так, на самом деле это трудно сказать, на самом деле даже, почему вот группа, почему нужно уже сдвиги делать, не, или хотя, ну, в общем, на самом деле тут происходит некая нетривиальная вещь, потому что тут группа это G3, которая допускает сдвиги во все направления, а тут вот группа это G2. Ну, тем не менее, можно посмотреть, на самом деле, даже по размерности. Вот тут вот размерность это 2N плюс 1 плюс 1, да, плюс M минус 2, а тут размерность 2N2 минус 3, да, уж трехмерная группа. Ну, что мы получаем? Мы получаем 2N1 плюс 2N2 минус плюс 2 минус 3 минус 2 плюс M. Вот. То есть, мы получаем, что это 2N1 плюс 2N2 плюс M минус 3. То есть, 2N плюс M минус 3. То есть, вот, на единицу меньшая размерность, что вполне говоря, согласуется с тем, что это стратка размерности 1. Но тут довольно непонятно, как объяснить, ну, по крайней мере, сейчас я что-то не могу сообразить, как объяснить, что я должен вот здесь вот, чтобы так красиво все получилось, должен как бы делать фактор по группе, которая допускает еще сдвиги не обязательно вещественные, а комплексные. Но, как вы видите, если бы тут группа была бы чисто комплексная, то размерности бы не сошлись. Добавили именно, не то, что добавили, мы добавили вот именно вот эту точку. Мы ее тоже, если мы забудем эту точку, вот они сближаются, но при этом они сближаются в какой-то точке. n без индекса равно n1 плюс 1 плюс n2, правильно, или без индекса? n без индекса. n без индекса равно, нет, n вот здесь вот, n, вот это граница, да, вот эту, то есть я описываю границу вот этого, вот эта часть границы, вот это n, оно равно n1 плюс n2 без единицы, да. Потому что, видите, вот здесь вот n1 это эти точки, n2 эти, но когда я описываю граничный страт, вот они сближаются, но они же сближаются к какой-то точке, и где эта точка геометрически находится, это данное нельзя терять. Ну, потому что это разные конфигурации будут. Вот я ее как бы добавил, а с другой стороны уже то, что там происходит внутри, я раздул. Ну, в общем, в этом смысл. И это как бы первый случай, который на самом деле совершенно общий, и то, что нам здесь нужно, это чтобы 2n2 минус 3 было больше либо равно нуля, и чтобы 2n1 плюс 1, да, 2n1 плюс 1 плюс n минус 2 было бы больше либо равно нуля. Ну, то есть, чтобы эти пространства, грубо говоря, имели смысл, чтобы группы действовали свободным образом, транситивным. А что происходит после действия с фактором, если вы уже сфотографируете, вы уже сфотографируете? Не, а тут это уже с, это уже факторы, там, там, до этого это были конф, то, что до факторов. Ну, до конф у вас есть эта конфигурация, дальше вы просто говорите, что у вас как бы то, чем вы интересуетесь, это фактор пространства по действию группы. Главное народные, да, вот. Да, не, не, то, что я сказал, это то, на что я обратил внимание, это то, что если да, что когда я вот эти пространства факторизую по двумерной группе, то вот мы видим, что чтобы, по крайней мере, даже с формальной точки зрения, чтобы было согласовано с размерностью, чтобы это имело курразмерность 1, тут я должен уже факторизовать по трехмерной, и она действительно существует. То есть, если тут будет минус 2, то уже размерности будут просто равны. Глубокие. Это смысл именно как бы про то, что я хочу, как бы, чтобы локально геометрия Лобачевского стала эвклидовой. То есть, вот эти вот сдвиги по всем направлениям, это группа в эвклидовой геометрии, а когда такие, это в геометрии Лобачевского. Вот. Ну, значит, смотрите, у нас будет, значит, два типа стратов, два типа граничных стратов. И эти два типа это вот такие. Давайте я буду просто вот в тех же терминологиях, просто чтобы вам было удобнее читать, если вдруг вы захотите, или как-то так. Просто я буду именно то называть первым и вторым типом. вот так. Да, вот, значит, тип S1 он называется. Это на странице, это секция 5.2.1. вот тип S1 это, значит, у нас вот есть C, А, Б, то есть он называет это вот, это некие уже конечные множества, то есть он в данный момент там просто вот, ну, пишет вместо НМ, А, Б. И дальше он говорит, что значит S это некое подмножество вах, но это, собственно, вот то, что я тут нарисовал. И дельта, то есть количество элементов больше либо равно двум. Ну, это, собственно, нужно вот для этого условия, потому что, когда оно равно единице, то это условие не выполняется. Вот, тогда у нас возникает вот граничный страт такого вида, что вот значит D, там, один, там какая-то, там, не знаю, S, не знаю, от C, А, В, как вот страт куразмерности, то есть я сейчас напишу тоже открытый кусок, но этот открытый кусок будет стратом куразмерности 1. Это будет C от А минус S, плюс точка, вот, B, и умножить на C, вот, А, вот так. То есть такое мы всегда можем делать, когда вот количество точек, вот здесь вот, которые как бы сближаются, больше либо равно двум. Ну, и, конечно, нет, и тогда, конечно, вот здесь это тоже должно быть. можно сохраняться, да? То есть, например, если у нас есть вот пространство, вот, в котором всего две точки, то мы не можем, хоть их там больше или равно двух, мы их не можем отщепить в страт, потому что после того, что мы их заменим на одну точку здесь, здесь, а, нет, таки можем действительно, да, таки всегда можем, потому что если мы их заменим на одну точку здесь, то здесь будет вот такое пространство, будет просто одна точка, и размер будет равна двум, что тоже достаточно. то есть это мы можем всегда сделать, когда у нас больше либо равно двух точек наверху сближается друг с другом, вот, и всегда получается некий граничный страт. Вот, давайте, кстати, с этой точки зрения посмотрим вот на нашу любимую картинку. Ну, сейчас, я еще второй страт вот на ту, давайте на глаз, давайте я теперь второй страт напишу, вот, а второй страт это геометрически выглядит так, и других больше не будет, это когда несколько точек вот сближается здесь, а вот это вот, и сближается к этой вот, этой штуке, а тут все остальные. Вот, это S2, да, и это, да, то есть, значит, в данном случае у нас возникает, что, у нас возникает, там, S1, S1 это подмножество в А, S2 это подмножество в В, ну, хотя я бы написал Т, если честно, потому что как-то это слишком путанно, вот, значит, S это некое подмножество, вот мы рассматриваем опять-таки, C, А, B, у нас есть подмножество Т, В, и S, В, и у нас, значит, вот здесь вот, это вот эти вот S точек, и здесь вот эти T точек, которые вот как бы сближаются, но я хочу написать, что вот это вот D, там, N, там, не знаю, 2, S1, S2, 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 это, ну, это просто некоторая нумерация, не знаю, этого страта, мы ее не будем использовать, она, значит, чему должна быть равна? Она должна быть равна вот этому вот пространству, то есть, в котором S, T, C, C, T, и умножить она должна быть, то есть, теперь на внешнее пространство, но внешнее пространство, оно имеет все вот эти вот точки, то есть, здесь на плоскости у него, соответственно, S минус, так, А минус S точек, да, вот, а здесь у него вот точек B минус T, вот, объединение с некоторой еще одной точкой. То есть это тот же самый, вот эта вот точка, в которой они сближаются, это вот еще одна точка, которая вот как была здесь вон так, которая теперь на прямой стоит, лежит. Здесь уже группа G2, и удивительно, кстати, что все вот здесь, да, и здесь вот каким-то чудесным образом по размерности все сходится. Вот давайте посчитаем размерности, то есть введем только какие-нибудь нормальные обозначения. То есть, допустим, S это N1, N1, а T это M1. Тогда всего у нас N1 плюс N2 равняется N, и M1 плюс M2 равняется M. Тогда, значит, что у нас получается в качестве граничного страта? C N1, M1, да, умножить на C N2, M2 плюс 1, потому что вот еще одна точка. То есть у нас вот страт получается вот такой. Причем тут вот вы должны считать, как бы вроде у нас другого выхода нету, двумерную группу. То есть вот G2, а не G3. Ну и давайте действительно посчитаем размерности. Здесь 2N1 плюс M1 минус 2, а здесь 2N2 плюс M2 плюс 1 минус 2. Вот, получается всего минус 3, то есть получается 2N плюс M минус 3. Действительно, это имеет на единицу меньшую размерность, чем 2N плюс M минус 2. Это мистика, что там нужно по другой группе, по крайней мере, чтобы была правильная размерность. А тут не нужно. Вот, ну в общем, смысл в том, что я теперь хочу, вот у меня есть вот теперь такие возможности, делать либо первый тип, либо второй, и теперь я это делаю как бы итерированно. То есть это что означает? Это означает, что вот я вот тут вот я расщепил, например, вот у меня вот эти точки слиплись, я их вот таким вот образом расщепил, как тут написано. Но на самом деле среди них там некоторые точки тоже могут слипнуться, и какие-то вот тут вот могут слипнуться. То есть это вот другой уровень magnification. То есть это был как бы первый магнификацион, а теперь второй, третий и так далее. И в результате я это буду все время раздувать и все время заменять один открытый кусок на произведение двух, потому что вот и в том, и в другом случае я заменил один открытый кусок вот как бы на произведение двух, как граничный страт к размерности один. Я понятно, да, говорю? Да. Чем? Не, оно, конечно, ну просто оно, нет, ну правильно вы говорите, правильно, хороший вопрос. Давайте я только продолжу, а потом, ну вы мне напомните, я вам расскажу, ладно? Научились? Научились разбивать вот так вот некое C, А, Б, а как мы к компактификации потом... А, ну вот правильно, да. Дальше мы как бы говорим, что у нас вот правильно, да, я собственно хотел бы сказать, но вы меня опередили. Это значит вот объединение граничных кусок... На самом деле, сейчас, там вот как-то он тут эту формулу написал очень красиво. Это объединение по деревьям, на самом деле. Сейчас, момент. Момент. Ну да, вот, правильно, вот, объединение по всем планарным деревьям, деревьям Т с метками, ну, нет, нет, пока, значит, деревьям, то есть вот рассматривается вот такое дерево, вот тут. Не, ну вот тут вот нарисован, вот очень хороший, кстати, пример, вот такая вот картинка, значит, вот имеется в виду, что эти точки близко, а вот эти еще ближе. Вот. И есть еще другие. Вот есть такая, есть две таких. Вот эти вот близкие, эти близко, это еще ближе, а эти на нормальном расстоянии. Вот тут есть, значит, их нумерация. Два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Значит, теперь утверждается, что я хочу сначала вот эту вот как бы чисто комбинаторная данная, которая тут присутствует, а именно какие точки, в каком порядке там сближаются, задать неким деревом. То есть деревом, у которого листья, это как раз, то есть вот конкретно в этом случае получается вот такое дерево. Вот это его корень. Я, конечно, деревья рисую обычно наоборот, как бы снизу вверх, но вот не все так делают. Вот. Значит, тут будет пять-шесть, тут будет два, три-четыре, и тут будет один. Вот. То есть это означает, что вот когда я разбиваю… Ну да, то есть это означает, что вот эта процедура, которая тут у описана S1 и S2, вот каждая из них, она визуализируется таким образом, что я как бы вот такой вот королл, коралл, чтобы это не значило, где вот тут какое-то количество точек, да, разбиваю вот на два. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.